Привет, я Наталья Шульга, специалист по рациональному питанию для всей семьи, спортивный нутрициолог. Занимаюсь практикой питания более 12 лет. Сегодня мы разберем с вами тему, как выбирать сухофрукты без обработки вредными для здоровья химическими веществами. Вопрос очень актуальный. Сухофрукты могут быть полезны только в том случае, если их высушили правильным способом. Как выращивается сам фрукт или ягода тоже влияет на пользу исходного продукта. Но сегодня я остановлюсь именно на процессе сушки. Существует несколько видов сушки фруктов и ягод. Первый – на солнце. Плоды выкладывают на открытом пространстве, так, чтобы солнечные лучи попадали на деревянных поддонах, на камнях или прямо на земле. Там они и сушатся. И, конечно, лучше, когда на деревянных поддонах, самое главное, чтобы они были приподняты над уровнем земли, хорошо бы увидеть, как это происходит у производителя. Тогда сухофрукт получается самым чистым. Также некоторые сорты абрикосов сушат прямо на дереве, но после сушки они становятся очень твердыми. При сильной жаре сухофрукты могут высохнуть очень быстро. В тени, на открытом воздухе тоже используют такой метод. Плоды также выкладывают на деревянные поддоны, каменную поверхность или прямо на землю, но уже под навесом, без прямых солнечных лучей. Это лучший вариант. Конечно, на дереве, если мы приподнимаем над землей, но есть еще и третий вариант. При помощи химии и температуры окуривания серой или сернистым газом, есть такое название, диоксидом серой, двуокит серой, Е220. Та самая Е-добавка. Плоды помещают в закрытое помещение, в туристическую палатку, например, или палатку, сделанную из полиэтилена, и поджигают серу. Происходит выделение сернистого газа, в результате чего фрукты сушатся, но, точнее сказать, коптятся. При такой обработке фрукты не едят насекомые. Они очень долго сохраняются. В этом есть большой вред для нашего организма. Сушка с помощью газовых и бензиновых горелок тоже есть. Плоды также помещают в закрытое помещение, на сетку, куда нагнетают горячий воздух с помощью горелки. Такие сухофрукты могут быть со вкусом или с запахом какой-то нефти, газохимии. Я уверена, вы с этим встречались. Сушка в сушильных шкафах, дегидраторах, сушилках. Они есть в домашние, портативные. Плоды помещают в сушильный шкаф с регулятором температуры, вентиляторами. И в зависимости от того, как быстро надо высушить тот или иной продукт и насколько полезным нужно сохранить сухофрукт, так и выбирают в местное время сушки. Для размягчения кожуры плодов используют каустическую соду, окунают в купящий раствор каустической соды, особенно при производстве чернослива. После этой процедуры кожица трескается, сушка проходит быстрее, а фрукт не скисает. Для придания красивого вида сухофрукты покрывают разнообразными маслами, глицерином и сиропом глюкозы, хотя они и так уже сладкие. Конечно, самая полезная сушка для плодов является сушка при температуре не выше 40 градусов. При более высоких температурах сухофрукты разрушаются витамины большая часть. В итоге лучшие сухофрукты это те, которые сушат в тени, на открытом воздухе, под навесом, в очень хорошей санитарной композиции, ну и в шкафах, дегидраторах при температуре до 40 градусов. Покупайте только неразрезанные сухофрукты с косточками. Так в них больше будет витаминов и они, да, будут лучше храниться. После того, как вы взяли сухофрукты в руки и проверяете, нужны они вам или нет, руки не должны оставаться мысленистыми. Это значит, что они не проходили обработку по внешней части. Ну, конечно, вода после промывки должна быть без жирных разводов. Сухофрукты не должны пахнуть плесенью и химическими оттенками. Белый налет на черносливе, инжире, хурме. Если он не пахнет плесенью, это говорит только о том, что вышел природный сахар. Но продавцы имитируют этот налет крахмалом и мукой. Если покрывать наши сухофрукты дополнительными жирами, такого налета, естественно, не происходит. Курага, финики, изюм, чернослив – предлагайте ваши варианты сухофруктов под этим видео в комментариях. Желаю вам большой пользы в каждый прием пищи. Ваша Наташа. Продолжение следует...